Уллправда.ру Уллправда.ру Ну давай, говорит, вроде бы закончим и поехали в трампунг, давай уже что-то делать, потому что как бы все очень некрасиво, все так непривычно. Я сказала так, все спокойно. Мы сначала доснимаем, мы все доделаем, мы досняли, мы на это потратили еще около часа времени и только после этого я поехала уже в трампунг. Аля, такой вопрос. Как ты отнесешься к своей непобеде, если все-таки такое случится? Диан, знаешь, очень спокойно отнесусь к проигрышу, потому что на проекте очень много интересных людей, очень много интересных знакомств, разные эмоции, интересные творческие задания. Ванда Аисова, привет. Привет. Ванда, у меня двое детей. Если я готовлюсь к чему-то серьезному, отвлекать меня опасно. Я просто зверею. Как ты с пятью детьми гасишь в себе эмоции? У тебя сейчас стрессовый период. Стрессовый период, очень такой стрессовый. Но на самом деле справиться со стрессом помогает какие-то домашние дела. Готовка, глажка очень помогает. Плюс я начала ходить на йогу. Да, это очень успокаивает. Скажи, пожалуйста, Ванда, как ты ответишь на такой вопрос? Многие говорят, что твои пятеро детей – это некий карт-бланш. Будучи не сильной абсолютно во всех спецификациях конкурсов, в которых ты принимаешь участие, ты все равно принимаешься организатором, поскольку многодетной маме отказывать же не следует. Вот скажи, пожалуйста, манипулируешь ли ты этим фактом? Ну, на самом деле, не я себя так представляю обычно, что я мама пятерых детей. Но, тем не менее, я бы не сказала, что это какое-то преимущество или, наоборот, это какой-то, может быть, мой недостаток, но что-то такое, что что с ней взять, действительно, газетная мама, так и быть. Это просто данность. Я мама пятерых детей. Я с этим ничего не могу сделать, но это не должно являться каким-то вот таким, что давайте из жалости действительно ее оставим здесь. Я при всем при этом, я еще и немножко журналист, немножко активист, поэтому почему нет? Хороший журналист, отличный активист. Удачи тебе! Спасибо большое! Свой следующий вопрос я задам Алисе Богатовой, Лялиной, Романовой. Алисочка, ты моя подруга, и я бесконечно горжусь тем, что твоя работа в сфере пиара на Ниве, фэшн, приносит такие серьезные и значимые плоды для нашего региона. Ульяновск совершенно по-другому позиционируется. Скажи, пожалуйста, к чему сводятся твои самые высокие орбиты? Вообще, в идеале, миссия, которую я несу, занимаясь пиаром в сфере фэшн, это, естественно, толчок, какое-то движение вперед, продвижение легкой промышленности России. Особенно эта тема актуальна стала в эпоху импортозамещения. И сейчас молодые дизайнеры имеют возможность стать действительно великими гуру своей образцов. Я согласна, что дизайнерам твои пиар-навыки очень нужны. А что должно измениться в сознании ульяновцев, обычных жителей, благодаря твоей работе? Очень каверзные вопросы. Я думаю, что в первую очередь мне должно измениться отношение вообще к брендам одежды, российским брендам. Мне должно появиться какое-то понимание своего собственного стиля, своего собственного преподнесения самой себя, женщины в первую очередь, потому что я работаю в основном с женщинами. И мне кажется, у русских женщин, российских женщин, да, есть такое свое лицо. И мне хотелось бы, чтобы оно чувствовалось и в Европе, и это было не комично, да, а было действительно очень изысканно и благородно. Свои следующие вопросы я задам Алле Дворецковой. Аллочка, привет! Ты сильна в видеоблогинге. Когда-то ты входила в десятку лучших в видеоблогеров страны. Потом молодые и дерзкие заняли топовые позиции. Догнать их сложно, потому что у них больше времени, у кого-то больше возможностей. Вот скажи, каковы твои сейчас амбиции по части блогинга? Я хочу быть хотя бы в топ-30. Это тоже очень хорошие, сильные позиции. С учетом того, что у меня семья, что у меня двое детей, и это много времени отнимает, для меня это будет хороший показатель. Ну и, конечно, буду стремиться к своей десятке. У меня много сейчас уже планов по совершенствованию оборудования, освещения, интерьера. В общем, это все очень влияет на твои позиции. Алла, и такой у меня вопрос. Ты не журналист, но ты достаточно сильный игрок. Скажи, пожалуйста, чувствуешь ли ты нехватку знаний по журналистике? Вы знаете, наверное, нехватку знаний по журналистике мне восполняют мои какие-то актерские способности, потому что это у меня уже в роду. Мои родители театралы. И, как говорится, всегда можно из любой ситуации выйти, что-то обыграть и выйти достойно из любого положения. Свои следующие вопросы я бы хотела задать Маргарите Захаровой, Holding Mosaic. Рита, привет! Привет! Систематически ты говоришь мне о своей готовности сойти с дистанции. Откуда такая робость? Ведь ты играешь в самодеятельном театре в Ульяновске. Ты поступала в театральный вуз в Москву. Ну, потому что в этом конкурсе нужно быть самой собой, а это самое сложное в жизни. Быть самой собой. Сыграть роль успешной женщины и девушки на сцене гораздо проще. Чего тебе не хватает, чтобы быть смелее и чувствовать в себе силы в рамках проекта? Удачи. Победы. Мисс Медиа. Но ведь ты журналист. Многие очень переживают за то, что им не хватает именно базы, базовых знаний. У тебя они есть. Ты молода, красива. И тем не менее, эти переживания я слышала не один раз из твоих услуг. Чьей поддержки тебе не хватает здесь? Я даже не знаю. Это такой вопрос, который поставил меня в тупик. Потому что, в принципе, у меня здесь уже появились друзья и сами организаторы. Ну, не знаю. С кем у тебя складываются наиболее теплые отношения? С Ренатой. Мы с ней вместе работали. Она замечательный человек. Продолжайте оказывать друг другу поддержку. Вы молодцы. Очередная порция моих вопросов Юлии Шулеповой. Юля, ты работаешь в фитнес-клубе «Форма». «Форма» позиционирует себя как лучший фитнес-клуб. С лучшими услугами, лучшими фитнес-тренерами. Это не может не сказаться на самооценке всех сотрудников. Ты чувствуешь себя лучше в этом конкурсе? Ну, лучше я в этом конкурсе себя не чувствую. Одной из – да. Кого ты считаешь самой сильной соперницей? Честно? Викторию Шикова. Почему? Ну, очень мне импонирует ее образ. Высокий послужной список, опыт и мега обаяние. У вас один типаж. Ну, наверное, поэтому я и так и рассуждаю. Ты сильно расстроишься, если не выиграешь? Абсолютно. Нет. Очередная порция вопросов Анастасии Подгорной. Настя, привет. Когда из проекта решила уйти одна из конкурсантов, Валя Никонова, и выложила свой пост о том, что ей нет конкуренток в рамках Мисс Медиа, ты бесновалась больше всех. Почему? На мой взгляд, конкурс Мисс Медиа дает возможность участницам в полной мере раскрыть свои таланты в сфере журналистики. А та премия, о которой вела речь Валентина, показывала лишь некое народное голосование, результаты которого до сих пор остаются загадкой лично для меня. И оценивать способности с точки зрения медиа просто по премии, на мой взгляд, некорректно. А уж тем более обращаться с таким посылом, что мне здесь нет равных. Но это по меньшей мере досадно, никто не переходил на личности, и мне было не очень понятно, почему человек может позволить себе перейти на личности. Поэтому я посчитала нужным немножко вступиться. Но никакой перепалки не было, мы обменялись двумя сообщениями, и на этом все закончилось. Позиция твоя ясна. Настя, вспомним предыдущий этап, когда мы с девочками встречались в форме. Я очень переживала за тебя до того, как увидела, поскольку у тебя болела нога, ты пользовалась палочкой. Однако, предо мной предстало такое зрелище, очень стройная Настя, в ярко-желтом костюме с очень глубоким декольте. Потом очень много обсуждали в сетях твой образ. Ты часто прибегаешь к таким инструментам? На самом деле, это был эксперимент, потому что, обладая какими-то данными природными, скажем так, я стараюсь не использовать это в работе, поскольку симпатичной девушке, молодой, нужно иметь что-то большее, чем красивая улыбка и глубокая декольте. Поэтому я надеюсь, что это такой небольшой эксперимент, который нужен был для маленького хайпа. Он получил свой результат, и в дальнейшем я смогу позиционировать себя еще и за счет интеллекта, навыков, улыбки, может быть. Ты умничка, спасибо. Спасибо. Ксюшенька, насколько я знаю, в последнее время весьма ужесточились условия работы пресс-службы в контексте персональных данных. В широкой общественности нельзя давать много информации о тех или иных несчастных случаях с именами, фамилиями, адресами. Так? Стало ли тебе сложнее работать в этих условиях? Нет, я не могу сказать, что мне стало сложнее работать в этих условиях, потому что даже если мы не сообщаем диагноз человека, если мы не сообщаем его имя, фамилию, наша главная задача рассказать журналистам о том, в каком состоянии человек поступил в то или иное лечебное учреждение, какой комплекс медицинских мероприятий ему был оказан и в каком состоянии он находится сейчас. Примеряла белый халатик себе? Нет, не примеряла. Почему? Я не примеряю на себя роль врача, не примеряю на себя белый халат, потому что я настолько уважаю эту профессию, что, наверное, даже и не могла бы сказать, что я бы справилась с такой ответственностью. Может быть, поэтому я и не примеряю на себя ни белого халата, ни гордого звания врача. Следующий вопрос я хотелось бы адресовать Ирине Кузьминой. Ирочка, привет! Ты одна из участниц, которая представляет пресс-службу губернатора. Скажи, пожалуйста, нравится ли тебе работать в команде Сергея Ивановича Морозова? Было бы, наверное, странно, если бы я сказала, что нет, учитывая, что я работаю здесь, конечно, нравится. Я вообще считаю, что наш начальник исключительный, исключительные работоспособности. Мы все это видим, потому что наше мероприятие начинается в 7.30 утра, заканчивается в 10 часов вечера, поэтому работы нам хватает, но, наверное, поэтому она очень интересная, динамичная. Скажи, а какие ограничения? Накладывает эта работа на тебя, на твою жизнь интересная? Ограничения. Наверное, многое я не могу писать в соцсетях. То есть я должна себя ограничивать. Не могу писать что-то плохое о деятельности органов исполнительной власти. Исполнительной власти, да. Но, в принципе, это нормально, потому что вместо того, чтобы писать об этом в соцсетях, я могу это сказать своим коллегам для того, чтобы они это исправили. И мы, в принципе, так делаем. То есть когда кто-то сталкивается с какой-то проблемой, городской проблемой, мы можем сказать об этом пресс-секретарю какого-то ведомства, и он уже решает этот вопрос, и это хорошо для населения. Ксю, скажи, пожалуйста, Ирочка, как заставить себя написать скучный пресс-релиз? Ну, вообще, мы стараемся писать интересно. Мы стараемся писать интересный пресс-релиз с максимумом цитат, цитат экспертов, населения, чтобы журналистам было легче. Как правило, они скучные. Ирина, вот скажи, пожалуйста, какой-нибудь совет, как оживить? Цитаты. Цитаты экспертов, цитаты жителей города. Использовать не сухой лексикон, не жарканизмы какие-то, а какие-то интересные, обычные, простые слова, которые, в принципе, используют сами журналисты. Я по профессии журналист, и вообще я практикую в своей работе, я курирую пресс-секретарей, и все они подтвердят, что я ругаю за... уделяют большое внимание, вот это вот мы не любим. Конечно, у нас официальный пресс-релиз есть какая-то определенная форма, не избежать вот этой немножко официальности, но мы стараемся, правда стараемся, сделать текст интересным. Спасибо, Ирочка. Моя следующая собеседница Светлана Садыкова. Света, на каждом этапе, когда у нас с тобой диалог, ты подчеркиваешь, что похудела с 80 кг до 40... До 45, потом мясом набрала уже... Понятно, я так понимаю, что это одно из серьезных достижений твоей жизни. Скажи, пожалуйста, можешь ли ты несколькими фразами смотивировать похудеть тех, кто давно хочет это сделать, будучи неудовлетворенным своим весом? Если человек неудовлетворен своим весом, соответственно, он смотивирован уже на то, чтобы похудеть, но не знает как. Соответственно, ко мне многие обращаются с вопросом, как же похудеть, и я отвечаю просто, нет никаких диет, нет никаких упражнений, есть только область мышления. Как заставить себя не жрать? Фотографировать себя, просить фотографировать себя своих друзей, близких на твой же телефон, и тогда ты видишь себя их глазами. Не как мы красиво встаем перед экраном телевизора, перед экраном своего телефона или перед зеркалом. Мы же самые-самые красивые места себе показываем. Мы же встанем именно так, как красиво. Наверное, кто-то возьмет на вооружение. Ты себе нравишься? Я не могу сказать, что я себе нравлюсь, потому что я постоянно себя усовершенствую, но я стремлюсь к идеалу. Вот, и думаю, что нормально. Нравишься ли ты сама себе в конкурсе Мисс Медиа? В конкурсе Мисс Медиа нравлюсь я себе. Опять-таки, я придирчива, мне нравится, что я стараюсь. Молодец, продолжай стараться дальше, спасибо. Напротив меня уже сидит Наталья Медончева. Наташа, привет! Привет, путем. Я заметила тебя давно-давно, когда ты работала в Минсельхозе. Твоя работа там была очень эффектной. Ты звездила, на мой взгляд. Скучаешь по Министерству сельского хозяйства? Ну, есть такое дело. Я скучаю по всей движухе, которая у меня там происходила, по постоянным бегам в полях, так скажем, по коровникам. Ну, потому что это накладывает свой отпечаток. Я скучаю вообще по общению с людьми, с простыми, сельскими людьми. Потому что я тоже из села, мои родители живут в селе. Это мне близко в какой-то степени. Я, конечно, о сельском хозяйстве мало что знала, несмотря на то, что там и дедушка у меня работал в сельском хозяйстве. Но на самом деле, все аспекты я вот узнала, только работаю на Минсельхозе. И до сих пор я в этом понимаю, разбираюсь, отличаю рожь от пшеницы. И это на самом деле довольно-таки сложно. Не планируешь поменять работу? Сейчас на данном этапе, думаю, что пока нет. Вообще для меня сейчас в приоритете это направление пиара, в какой же сфере пока войти. Наташа, я натыкалась в сетях на то, как общественность бурно ищет тебе жениха. Ты готова к отношениям или, может быть, ты уже встречаешься? Ну, это сложный вопрос. На самом деле, тут такое двоякое положение. И вроде бы и да, и нет. Но когда общественность начинает меня искать в жениха, на самом деле, это очень смешно. Но это до хохма доходит. Просто доходит до хохма. Какими качествами должен обладать мужчина, по мнению Натальи Медончи? Я думаю, что это надежность. Это уверенность в себе. Сразу строгое стало. Да. То есть человек должен быть с уважением вообще не только ко мне, ну, ко мне это в первую очередь, но вообще с уважением ко всем окружающим. То есть с окружением, с уважением к своей семье. Но чтобы это не до маразма доходило, там, в отношениях с мамой с его. Вот это вот. Все понятно, где корень твоего пристального внимания. Спасибо, Натальечка. Желаю тебе встретить твой идеал. Спасибо. Следующие вопросы я адресую Гузалией Таховиевой. Гузалия, привет. Ты одна из немногих, кто представлен совсем инородной сферой. Сфера интерьера, салон штор. Скажи, пожалуйста, чувствуешь ли ты силу соперниц, которые представлены средствами массовой информации? Конечно, безусловно. Они, каждый достойно победы. Чем журналист отличается от блогера, на твой взгляд? Ну, блогер живет он своей жизнью, своей инициативой какой-то, либо какими-то трендами. А журналист все-таки, он ведет определенную, так скажем, позицию, происходящую в жизни, так скажем. Чей образ ты хотела бы на себя примерить? Или вообще какую роль? Журналиста или блогера? Думаю, роль, ну, как блогера я уже немного в этой стези нахожусь, практически в связи с своей работой. Вот, ну, хотела бы все-таки попробовать себя в роли журналиста. Виктория, кое-кто из участниц побаивается соперничества с тобой. Как ты считаешь, какие сильные стороны людей приводят в трепет твои? Моя искренность, прежде всего, потому что я не хочу казаться чем-то большим, чем я есть. Я просто преподношу свою натуру, свою профессию, свои таланты. Я просто честно о них рассказываю. Может быть, некоторых людей это может. Тебе нравится, когда ты кого-то злишь, кто-то нервничает? Нет, нет. У меня этого не заложено. Я думаю, прежде всего, я хочу быть лучше, чем я предыдущая. А с девушками, с партнерами по работе я соперничать не хочу, потому что мне надо быть лучше себя, а не лучше других. Мы же все разные. Мы знаем, что все в твоей семье сплошь смешники, телевизионщики. Как тебя поддерживает твой супруг? Поддерживает. Он дает мне дельные профессиональные советы. Опять же, как я говорила на нашем знакомстве с жюри, он учит меня работать с информацией, с подачей информации, потому что у него же больше опыта, разумеется. Он дает мне чувство уверенности. Говорит, Виколь, ты молодец. Мне этого достаточно, а в остальные дела я не имею такой... Ему нравится тот путь, которым ты следуешь в рамках проекта? Да, да. Я вижу, он, конечно, в похвале не такой разноцветный, потому что он сдержанный же мужчина, но я вижу по глазам то, что он доволен и радуется. Как оцениваешь свои шансы на победу? Я думаю, шансы высокие, потому что мы тут не случайные все собрались. И у всех девушек высокие шансы. Рината Алиулова уже готова ответить на мои вопросы. Рината, привет! В составе членов жюри проекта Мисс Медиа два твоих работодателя, бывший и настоящий. На кого хочешь произвести большее впечатление? Ох, наверное, мне кажется, наверное, все-таки на прошлого работодателя, потому что, ну, даже не знаю. Мне интересно его мнение. Вообще отразится как-то мой уход из его компании на оценке жюри. То есть, мне интересно, как он будет меня оценивать. Объективно, необъективно, с каким-то своей долей мнения, чего-то. Ну, я знаю, что, возможно, мы, конечно, расстались не с обидой. Не боишься, что он тебя засудит? Нет, не боюсь. Ну, это его мнение, мне кажется, я в нем уверена. Вообще он человек объективный, поэтому, наверное, все-таки будет оценивать меня достаточно объективно, без каких-то личных качеств. Потому что Алексею Владимировичу я и так показываю, как я умею работать, стараюсь изо всех сил и думаю, что он также будет меня достаточно объективно оценивать. Какой у тебя рост, Рината? Я ожидала этого вопроса метр восемьдесят шесть. Есть ли сложности в общении с противоположным полом? Нет, кстати, сложности нет вообще. Вы имеете в виду то, что подобрать парня или вообще? Вообще? Вообще нет, вообще никаких сложностей нет, но у меня есть правило. Ниже встречаться с мальчиком я не буду. Подобрала уже парня, как сама говоришь? Нет. Были, но сейчас я в свободном плавании, поэтому мое сердце свободно. Понятно. Отдавайся творчеству. Удачи тебе. Спасибо. Напротив меня сидит Диана Тиханова, фитнес-тренер. Дианочка, привет. Скажи, пожалуйста, откуда взялся стереотип, что спортсменки и девушки, которые усиленно занимаются фитнесом, не сильны в интеллектуальных проявлениях? Если честно, я не знаю, откуда такие мысли вообще у людей могут возникнуть, потому что наоборот, когда человек занимается спортом, он всегда в тонусе, и умственная работа, я считаю, что она более качественная и более на высоком уровне. Ты сейчас что-нибудь читаешь? Я – да. А в данный момент я читаю Ольгу Валяеву «Предназначение быть женщиной». В чем твое предназначение? Мое – дарить людям радость и красоту. Даришь? Да, стараюсь. Они делятся своими отзывами? Да, вот у меня будет в моем проекте, будет первый выпуск 22-го числа. Я уже жду, конечно, результата, потому что я девочкам не разрешаю пока смотреть на весы и на, так скажем, на определенные… Это какой-то марафон по снижению веса, да? Да. Как идет у тебя марафон по выполнению творческих заданий в рамках Мисс Медиа? Очень интересно, необычно. Я для себя открываю новые какие-то границы. То есть для меня видеорепортаж – это было новым таким каким-то шагом. И очень прям выход из зоны комфорта, могу сказать, был. Прям конкретный. Спасибо. Сейчас в руках у меня телефон, а на связи Екатерина Рассошанская, которая позволила себе взять коротенький отпуск и отдохнуть в Турции. Катя, привет. Мой вопрос к тебе такой. Почему, когда ты получила задание снять видеорепортаж о бьюти-трендах, это привело тебя в состояние оцепенения? Что касается моего домашнего задания на тему бьюти, то да, я немного запаниковала. Но когда я взяла себя в руки и полностью повысилась головой в эту интереснейшую тему, то я поняла, что это очень интересно. И надеюсь, что и вы члены жюри узнали для себя очень много интересного и, собственно, узнала многое я сама. Всем удачи. Пока-пока. Ну что ж, дорогие посетители информационного портала Уллправда.ру. Это была программа «100 вопросов», которая, надеюсь, помогла вам познакомиться с участницами ближе. Смотрите нас на Уллправде.